хочу тоже вот вам порекомендовать такой канал называется без дураков лучше канал о супергероях в снг ну не знаю редко встретишь в общем-то интересных таких ребят которые очень классно ведут свой канал интересно преподносит материал выход роликов у них по вторникам пятницам и субботам вот как правило выбирают одного из двух героев то есть очень много комментариев собирают большие подписки ведь у меня тоже подписочка оформлена пошли уже на 11000 ребята в принципе молодцы хороший канал частенько ведь тоже просматриваю ставлю лайки в общем можно принципе смело рекомендовать подписаться на этот канал хорошие ребята подписывайтесь ссылочка в описании всем привет дорогие друзья вы на канале добра и позитива и с вами сергей симонов и сегодня хочу поговорить о спортивном стиле многие из вас тоже пишут спрашивают сергей вот расскажите что для вас спортивный стиль его там машины тачки либо занятия спортом либо вообще какой-то вот такое мышление некое спортивное да давайте наверное об этом сегодня и поговорим скажу честно я всегда старался как-то выглядеть подтянутым что были мышцы ходил спортзал занимался борьбой занимался спортом в принципе самого самого детства да много уже на эту тему роликов снято и в армии продолжал заниматься и после армии по сегодняшний день точно так же хочу хожу хожу в спортзал занимаясь спортом сейчас просто несколько нагрузки немножко другие появились да и так что же для меня все-таки спортивный стиль ну давайте начнем с картинки до самой то что все прекрасно знаете что я люблю спортивные машины купе низкие машины такие заточенные на спорт на спортивный стиль многие пишут мне почему ты не любишь джипа почему ты не любишь там какие-то более там седаны какие-то большие там не знаю там какие-то другие минивэна там еще что такое ну ребят на эту тему я сделаю реально отдельный репортаж в принципе у меня есть куча тоже роликов про тачки да но его на и так и сделаю ближайшее время так и назову его про тачки поговорю и расскажу именно почему мне нравятся такие машины почему я сделал свой выбор именно на боевые вот в последнее время многие там пишут там когда ты купишь новую машину вот это тема следующего ролика вот а если говорить что что для меня значит спортивный стиль но прежде всего это тачка это уже такой некий уже позыв к тому что кто сидит за рулем то есть вот мое мнение такое что ну не знаю поправьте меня в комментариях но что-то я не видел что там какие-то не знаю спортсмены там не знаю там футболисты хоккеисты ездили например на минивэнах например или еще на чем-то ну как правило спортивные там заряженные купешки либо это какие-то навороченные м стиле там x5 там или еще что-то или мэрсы какие-то да ну не знаю для меня вот купе спортивная машина это вот есть заряд на спорт заряд на какую-то энергию быстроту реакцию скорость вот для меня это вот то есть вот такой вот такой посыл да это что касается тачки если говорить например об одежде моем конкретно стиле до спортивной я бы не сказал что он конкретно для меня вот спортивный такой стиль одежды но в последнее время вы редко меня увидите например в галстуке там да или в костюме в каком-то то есть я в любом случае сочетаю некую спортивность с некой элегантности то есть например те же джинсы могут например сочетаться с каким-то пиджаком и даже с бабочкой вот частенько меня соответственно видели я не скажу что это конкретно спортивный стиль но это не некий такой посыл к тому что я разбираюсь в моде немножко в этом понимаю был в париже был во франции в италии многих других европейских городах я видел что это пользуется спросом набирает очень большую популярность и много многие из молодежи сейчас ходят например именно так то есть джинсы белая рубашка бабочка либо без бабочки то есть неважно и какой-то вот такой вот стильный может быть пиджачок там например там голубого синего либо еще какого-то серенького цвета да то есть это все тоже вы видели на мне в моих роликах да я приветствую в принципе кроссовки с джинсами но скажу так что в принципе я считаю что конкретно кроссовки это все-таки спортивная одежда которая предназначена для бега для занятий спортом в спортзале беговые кроссовки для занятия теннисом разные как бы есть соответственно до платформы подошвы да многие просто носят кроссовки постоянно с джинсами ну наверное в силу того что может быть нету средств купить другую обувь да но я считаю что все-таки наверно кроссовки это все-таки некая спортивная одежда которая рассчитана для там спортивного костюма для спортивного не за подшор ты там еще что-то для бега как я уже сказал всего остального я не ношу кроссовки джинсами хотя у меня есть несколько пар например заточены под кроссовки но это все-таки не кроссовки я вот тоже как-то делал обзор там на моду на одежду и говорил что есть такая марка как чизара почете которая делает обувь женскую мужскую именно на такой платформе под кроссовки на шнурках там все но все-таки это не кроссовки это наверное даже ближе там что-то кедом ближе ну и такой тоже стиль мне в принципе подходит и нравится вот если говорить например конкретно о том о спортивном духе о спортивной форме о спортивном понимании себя в этом мире да я без спорта не могу как вы все прекрасно знаете я хожу в спортзал каждый день даже если меня нет например в москве где есть там фешенебельные там спортзалы фитнес-клубы там все остальное я занимаюсь дом поэтому я всегда с собой дорогу свою спортивную сумку кладу несколько вещей во первых это все вы прекрасно знаете вот этот замечательный мешочек trx это петли стропы в принципе те кто меня давно смотрит знают что это такое не буду сейчас распаковывать показывать что это такое в общем то это примерно весит где-то полкило но это всегда есть мои спортивные сумки в моем чемодане в круиз ли мы едем не знаю летим ли мы куда-то отдыхать еду ли я на машине это всегда есть моей сумке много упражнений и тренировок я уже показывал с этим снарядом с этим тренажером до незамысловатым зайдите на мой плейлист спорт там этого все тоже дело найдете тоже штука оригинально заказываю по интернету вместе с ней шла аннотация в виде дивиди вот то не знает американская армия уже давным-давно занимается на этих стропах вот такой вот диск идет к нему там можно посмотреть как все это выглядит такая вот книжка тоже идет где показаны и рассказаны в принципе все тренировки на какие группы мышц вот штука полезная не буду на этом отдельно останавливаться общем это тоже некий мой спортивный стиль который лежит всегда в моей сумке также в моей спортивной сумке всегда есть экспантер все-таки старенький становлюсь уже да мышцы надо растягивать делаю тоже незамысловатые какие-то упражнения связанные с растяжкой мышц некой такой зарядочкой по утрам особенно когда идет дождь и не всегда есть возможность например выйти на свежий узор воздух на улицу да то есть можно просто позаниматься дома отжаться у меня вот на террасе есть просто перилы балкона я на них делаю отжимания на соответственно мышцы трицепс и да также делаю просто банальное отжимание от пола приседания и занимаюсь с трэксом из экспантера и всегда в моей спортивной сумке всегда он со мной в дороге вот этот вот ролик на мышцы пресса потому что чем старше мы становимся соответственно тем больше нужно времени уделять на мышцы пресса но тоже есть куча упражнений с этим с этим тоже с нарядиком да посмотрите в плейлисте спорт там тоже у меня все это дело есть что для меня спортивный стиль в принципе вот все что я вам сейчас показал это и есть для меня спортивный стиль ну конечно я сейчас не буду говорить о том какие там я упражнения делаю там или что я конкретно делаю там с этими да посмотрите все это тоже можно будет найти на моем канале да я наверное даже оставлю ссылку в описании про ролик что лежит в моей спортивной сумке потому что многие спрашивают там какие крема ты используешь что ты берешь в сумку для личной гигиены оставлю ссылку на этот ролик я уже делал просто на эту тему репортаж выпуск посмотрите и изучите что там есть может что-то для себя возьмете на вооружение вот для меня спортивный стиль это вообще образ моего мышления образ моей жизни да то есть я всегда не знаю не сидел на месте всегда у меня было шило в одном месте как говорится задница да то есть я все время куда-то двигался что-то мне нужно было куда-то я бежал куда-то делал где-то занимался даже был период в одно время даже по два раза в день ходил на тренировку у меня была утренняя тренировка вечерняя тренировка и это здорово это закладывает просто некую динамику в жизни которая помогает вам потом дальше двигаться да ну а шмотки вещи спортивные тачки это все конечно придет со временем да понятное дело там пока вы молоды вы смотрите наверно ролик этот и думаете блин серега я тоже так хочу у меня это тоже у меня поверьте у меня этого тоже ничего не было это все появилось гораздо уже позднем возрасте когда я уже был взрослым человеком те мечты детские когда они у меня были да там я тоже хотел там иметь какую-то иномарку даже не мечтал что у меня будет новая машина не мечтал что у меня будут спортивные машины даже не мечтал что у меня будет несколько машин все это придет Но, как мне кажется, тоже, опять же, те же занятия спортом, та же режимность вашего как бы дня, да, она закладывает в вас некий порядок по жизни, да, и помогает вам добиваться своих целей и идти к назначенному результату. И в этом, конечно, мне тоже помогает мой спортивный дух, спортивный стиль, спортивная форма, спортивное мышление, спортивное вообще, все понимание вот спорта. Да, спорт во мне, это каждый день спорт, да, это и зарядка, это и какие-то пробежки, это и плавание, если я на море нахожусь, как сейчас в данный момент. Поэтому желаю вам, моему зрителю, в принципе, последовать моему опыту заниматься спортом, заниматься хотя бы элементарной зарядкой, да, на это потратить хотя бы 15 минут своего времени по утрам, не полениться, встать пораньше и сделать зарядку. И самое главное, не курить, не наркоманить и творить добро. Вот, наверное, все, что я вам хотел сегодня рассказать. Всем добра и позитива. С вами был Сергей Симонов. Чао, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok